Ну что ж, начинаем потихоньку. Вы можете там присоединяться, то есть даже запустить Mac, если есть возможность, то тоже за нами какие-то моменты непосредственно просматривать. Итак, тема нашего семинара – это система чтиц, которую предлагает нам 3D Studio Max в наше испоряжение. Крайне важный анимационный инструмент, без которого очень многие вещи, которые в графике делают практически нереально. Мы с вами сможем достаточно легко проанимировать один объект, 5 объектов, 10 объектов. Если напрячься, если там какие-нибудь достаточно интересные системы, наподобие толпы Максовской применять, там можно 100 объектов проанимировать. Но когда разговоры говорят про то, чтобы управлять одновременно миллионом объектов, чтобы все они двигались одинаковым образом, подчинялись общим силам, следовали там, например, единому пути, естественно, стандартными способами сделать это нереально вообще, и нам на помощь приходит непосредственно наш замечательный Частицы. Система Частиц во всех программах, связанность графика, они, примерно, работают одинаково. Ну, полное такое официальное название, которое можно прочитать на автодестовском сайте, касаемо Частиц – это набор управляемых объектов, свойства которых могут меняться, а могут не меняться в течение времени. То есть про количество объектов ничего не говорится, их может быть там 10, хотя они будут на самом деле одинаково двигаться, и при этом создавать очень интересные эффекты наподобие. Снега, дождя, тумана, дыма, воды, каких там красивых взрывов, каких там красивых искорок. Плюс можно будет в дальнейшем заставить, чтобы вот эти наши дождинки заменились, например, какие-нибудь реальные, например, на объекте, и можно будет сделать какую-нибудь там стаю комаров-убийц, которые будут двигаться по одинаковых путей. То есть отдельно рисовать модельку того же самого комара, и вместо ваших там дождинок прилетят уже пронимированные модели, то есть все очень замечательно будет получаться. Единственное, будет какое-то на самом деле однообразие, не получится выделить какого-то одного комарика из этого миллиона и заставить его двигаться каким-то особенным образом. Вся эта подборка объектов будет двигаться на самом деле всегда одинаково, подчиняясь общим законам. Но, тем не менее, в миллионах объектов это все равно достаточно серьезно и очень прикольно. Сами системы чти строятся тоже по очень стандартной схеме, как в любой терапевтной графике. Чтобы наши чтички уже на экране появились, мы должны будем сделать на нашей сцене специальный объект, называющийся эмиттеры. Очень похоже на лейку в душе, когда открывают душ по типу капельки. Наш душ – это как раз эмиттер, который воду нас с вами спускает. Также и в максимум могут создаваться набрать специальный объект, который будет чтица спускать. Это могут быть объекты, которые будут нас с вами вспомогательные, а как следствие невидимые на рендере. Это могут быть какие-то нас с вами трехмерные объекты. Пока что просто смотрим, ничего не повторяем. То есть при необходимости сделать, например, тот же самый эффект наподобие дождя. Я могу залезть в список своих систем чтиц, могу взять там какую-нибудь совсем простенькую систему чтиц. Вот это вот эмиттер в виде некой плоскости создать. То есть будет получаться такой невидимый плейн. Как видите, у этого плейна будет торчать стрелка, показывающая, какую сторону нас с вами чтички полетят. Ну и если я нажимаю на кнопку проигрывания анимации, у меня из этого эмиттера уже какие-то там частички полетят. Они будут полночайно мелкие, не читаемые, но тем не менее, что такое нас с вами будет испускаться. В случае необходимости я могу нарисовать любой реальный трехмерный объект. Я могу сделать немножко более сложную систему чтиц. И просто сказать, вы, частицы, будете появляться из этого замечательного чайника. И с тем самым успехом у нас с вами частички будет генерировать поверхность чайника. Но в любом случае у нас с вами должны быть какие-то объекты, которые будут являться эмиттером, которые у нас с вами частицы будут так или иначе непосредственно испускаться. Сами чтицы могут быть совершенно разнообразные. Это могут быть какие-то капельки, это могут быть какие-то такие плоскости интересные. По факту я могу на эти плоскости повесить какую-нибудь там картинку с альфа-каналом. У меня будет, например, уже вместо внятных квадратчиков падать какие-то такие вот замечательные листики. Если, например, я выберу в качестве системы чтиц, ну, немножко более сложную, нежели спрейс-систему. По умолчанию нам будет предлагать что-то такое совсем простенькое, тип каких-то там снежинок, либо просто пирамидок. Но можно будет сказать, что мы с вами хотим, чтобы у нас все это отображалось в виде тех самых фейсингов, то есть тип какие-то четырехгольные полигоны у нас с вами будут получаться. Плюс скорость можно будет сделать побольше, чтобы они с вами поактивнее летели. Плюс можно будет сказать, что ты будешь в Майс ТМЧ жить все там 100 кадров. Ну и на рендеринге у нас уже будут получаться какие-то такие вот замечательные квадратчики, которые на самом деле будут двигаться вниз. Даже еще можно будет сделать побольше. Свет фона поменяю, чтобы все очевидно на самом деле было. Ну и могу сделать очень простенький материал. По секундочку, мы с вами чуть-чуть подтормаживаем. Обычный материал. Текстура. Ну и такую текстуру загружаю. Часть цветная, часть черно-белая. Соответственно, цветная картинка у нас будет только цветом заниматься. Черно-белая картинка будет вешаться на прозрачность. И она будет на самом черно-белой. Передумают нам находиться. Да, только похоже, что надо наоборот будет вело-черное. Ну и такой вот материал можно уже будет спокойно повесить на наши частицы. Что у нас уже на рендере получились. Ага, сейчас, секунду. Да, ну в данном случае я, конечно, немножко не прав. Картинка подходящая подготовила. Он все равно вешает паразит. Несмотря на вырезание, почему-то целиком все изображение. Хотя, да, придется, соответственно, старшек картинка подъедет. Но тем не менее видно, что на самом деле какая-то область прозрачная получается. Если убрать ту же самую альфа, то у нас, ты знаешь, картинка будет получиться. Ну, в любом случае, такие вот вещи достаточно можно будет интересно делать. Единственное только, что совсем простые системы частиц у нас немного будут совести достаточно предсказуемо и падать ровно. Поэтому, помимо того, что есть какие-то на самом простые системы частиц, есть в нашем спережении и немножко более сложные системы частиц, которые более сложные вещи на самом деле могут непосредственно делать. Вообще, все системы частиц, которые есть непосредственно в Максе, можно будет отделить на эти категории. Первый из которых – это так называемая базовая система частиц. Совсем простые системы частиц, которые будут обладать достаточно сильным ограничением в плане изменения наших частиц. Обычные изменения будут касаться только размера частиц, формы частиц, вариантов поведения частиц. Но никакие изменения, например, сложные по времени или какая-то реакция на взаимодействие с другими объектами, эти системы частиц на самом деле не будут получаться. Система частиц-спрей, которую мы с вами недавно смотрели, это совсем простая система частиц. Она позволяет нам делать всякие интересные вещи на подобии того же самого дождя. Все очень просто. Эта система частиц у нас непосредственно создается. Ее можно будет сделать нудно с вами размером. Та же подобрать скорость, та же подобрать размер частиц. Ну и в итоге на самом деле какие-то такие вот пирамидки будут падать. В каком-то там синего цвета. Если сделать количество достаточно большим, то можно будет совсем такой большой поток сделать, который на самом деле будет лететь по издалам. Что-то такое на самом деле будет получаться. Как видите, все частицы на самом деле по умолчанию начинают свою анимацию с нуля. То есть они начинают лететь на сниз. Если мы с вами хотим сделать, чтобы, например, прямо в нулевой секунде у нас уже шел прорывной дождь, у всех систем частиц есть в обязательном порядке настройка, которая называется старт, с помощью которой можно будет нас с вами определить, как наши частицы, в какой момент они начинают. Если поставить там, например, время отрицательное, типа там минус 100 кадров, то уже на нулевом кадре, типа от минус 100, у нас с вами уже дождинки будут получаться. Время жизни сделать побольше. Ну и какой-то такой дождь трехмерный у нас с вами будет непосредственно идти. Движение достаточно простое, строго линейно, наши частички падают чуть-чуть на вниз. Мы хотим сделать какой-то разнобой, немножко более сложно, с тем частички более сложно создать. И с вами снег. Фактически один к одному, как наш, дождь, но только здесь можно будет сделать, например, всякие разные забавные шестиугольные частицы, треугольные частицы. То есть, например, если нужно будет сделать какой-то классический эффект, подобен там NFT, разлетающий по сцене, это будет как раз с вами наш основу. И вот такие вот забавные шестиугольники у нас на экране будут уже непосредственно получаться. И вот треугольные частицы. Причем, в отличие от нашего спрайка, как видите, они еще немножко с вами подкручиваются, все совсем замечательно будет получаться, падают при светитом, подкручиваются, очень все красиво будет смотреться. Но ничего больше от этих систем чтиц мы с вами не увидим, поэтому есть чуть более сложная система чтиц, наподобие того же самого Близзарда, Метель. Это первая сложная система чтиц, которая позволяет совсем забавные и интересные вещи делать. Помимо того, что есть базовые настройки, типа скорости, типа время жизни частиц, наши системы чтиц более сложные, они еще обладают большим выбором формы частиц. Не только такие шестиугольнички, выкапельки, а, например, там реально трехмерный объект, наподобие там сферы или там кубика. Или, например, очень неплохая имитация жидкости, когда у нас вместо отдельных объектов какая-то такая вот масса, а-ля жидкостная, будет нас с вами непосредственно двигаться. Идея точно такая же. Создается эмиттер для нашего Близзарда. Ну и сразу видим настройки, которые мы с вами можем поменять. Так как частиц может быть очень много, по умолчанию Макс немножко перестраховывается и предлагает вместо реальной геометрии вот такие вот облегченные крестики показывать. Но можно будет сразу сказать, что не хотим вот эти вот наши тиксы. Давай ты будешь показывать честную геометрию, которую мы с вами выберем в свойствах нашей системы частиц. Плюс также, чтобы чуть-чуть попроще нашим частицам было на экране Макс просчитываться, можно будет объяснить, какое количество в процентах частиц мы хотим с вами видеть на экране. То есть 10% на экране конструктивы, при рендеринге будем видеть 100%. Но у нас в данном случае ничего сложного не будет. Можно будет честно поставить те же самые 100% частиц и, соответственно, уже все, что вылетает, мы с вами будем видеть. Сразу можно будет разобраться с формой частиц. Помимо всех там простеньких вариантов, чуть пониже мы с вами видим обязательно particle type, тип частиц. И здесь мы с вами на выбор. Стандартные частицы. Не только простенькие объекты, но и трехмерные, типо те же самые кубики. Сразу я сейчас делаю побольше, а то на экране мы их не увидим. И вот такие вот забавные кубики у нас с вами будут непосредственно влетать. Или сферы. Или есть очень интересный вариант частиц. Очень долгое время это был фактически из стандартных функций 3D Max с единственной возможностью сделать эффект наподобие какой-то льющейся воды. Называется это metaparticles. Когда у нас с вами такие забавные капельки будут получаться. Причем если у капелек сделать чуть-чуть побольше размер, они с друг другом будут с вами сливаться, и какая-то такая вот масса забавная с вами будет лететь, а отчасти напоминаешь какую-то жидкость. То есть вариантов уже в плане именно формы у нас с вами будет побольше, нежели у наших базовых частиц. Помимо этого, я могу сказать, сколько частиц всего будет у нас с вами получаться. Какая скорость, когда начинается спускание, заканчивается спускание. То есть в принципе все нужные параметры, касающиеся настроек физических наших частиц и временных, можно будет у нас с вами определять. Частицы двигаются со скоростью 10 мм, начинаются спускания в нулем кадре, заканчиваются в сотом кадре, живут все 100 кадров. Размер у них будет, например, 40 единиц. Причем очень правильно сделали, чтобы питать какую-то базовую динамику, создают частицы изначально маленькие, потом они так увеличиваются, а в конце, когда они начинают на с вами попадать, они снова на с вами будут уменьшаться. Но это можно будет убрать, динамик, тогда они будут двигаться на с вами таким вот едином потоком. Да, время жизни тоже можно будет поставить 100 частиц, и соответственно уже что-то такое на с вами будет получаться. Если говорить про похожую систему частиц, но чуть более сложную, она называется P-Array, так называемый массив частиц. Фактически это будет один к одному Blizzard, но главный плюс этого P-Array в том, что я могу спускать частицы не только из какого-то невидимого прямоугольника, а просто взять любую геометрию или часть геометрии и заставить эстетически спускаться именно из реального геометрического объекта. Если вдруг хочу сделать простенький эффект, у меня будет нарисован чайник, и хочу, чтобы у меня типа шел пар из носички чайника, или там струйка воды, соответственно, вылетала из чайника. Да, только чайник у нас немножко глючный стандартный, у него дырки в нужных местах, поэтому я еще и дополнительно закрою все отверстия в нашем чайнике. Я close. Ну и в любом месте создается вот эта вот наша система частиц, которая P-Array. Ну и просто указываем тот объект, который у нас с вами будет в качестве митра использоваться. Настройки все остальные точно такие же, как и у Blizzard, то есть также mesh, геометрию показываем, те же самые 100%. В качестве типа частиц можно будет указать те же самые сферы, типа такие вот у нас с вами будут пузырики вылетать. Сферы можно будет сделать чуть-чуть большего размера. И вот уже с поверхности на самом-то такие шаги вылетают. Ну и самая главная плюшка вот этого нашего набора частиц, я могу сказать, что не хочу over entire surface, со всей поверхности спускать, а могу сказать, что хочу использовать какие-то выделенные подобъекты. Use selected sub-object. Если к нашему чайнику ну либо конвертировать его, либо применить модификатор вид поля, залезть в наши полигоны и, например, только вот этот полигон носика непосредственно указать, то у нас сами наши частички будут вылетать, включить к нашему носику. Все отлично с вами будет непосредственно получаться. Ну или еще одна система частиц похожего действия с такими же настройками, но только она будет совести чуть-чуть к другому. Она у нас с вами называется суперспрей. Кардинальное отличие от остальных системы частиц, она по умолчанию спускает частиц из одной точки. Поэтому всякие разные эффекты, подобие тех самым взрывов, когда наш осколок взлетает во все стороны. Или что-то наподобие там дыма какого-нибудь сигаретного, когда такая тоненькая струйка у нас получается, сигареты. Это, соответственно, будет наш суперспрей. Изначально все это будет выглядеть на самом деле таким вот образом. И вот такая вот тоненькая струйка частиц у нас с вами вверх полетит. Настройки все остальные, то есть отличие будет кардинально только в шапке параметров, где вы определяете, как ваши частицы вылетают. В случае с чайником указываются там полигоны, в случае с этим набором частиц указываются там какие-то разбросы по направлению и прочее-прочее. Но все остальные настройки точно такие же. Меж, 100%. Тип частиц. Те же самые шары. Размер частиц побольше. То есть все остальные настройки, что на самом деле очень удобно, те же самые, и у нас все нормально будет получаться. И какая-то такая тоненькая струйка на самом деле непосредственно. Все нужные настройки, конечно, можно будет делать руками, но есть очень приятная фишка у нас в патч-код. Есть возможность создавать свои и загружать какие-то имеющиеся шаблоны по идее и чтиц. У всех 7 чтиц в самом низу можно будет увидеть раздел, который так и называется Load Safe Presence. И там будут какие-то на с вами такие готовые шаблоны. У PRA, например, уже готовые fireworks, фейерверки или что-то наподобие там bubbles, пузырики взлетающие. То есть когда вы какой-то шаблон применяете, сразу частички начинают вести себя как такие вот поддрагивающиеся объекты. Ну только единственное, что в шаблоне заложена и размерная информация, и прочие всякие настройки. То есть даже нужно будет намешивать, переключать. Но в любом случае какие-то такие уже пузырики, покачивающиеся, на самом деле будут получаться. Или что-то наподобие shockwave, взрывная волна. Когда наши частички вот так вот бум-с, взлетают в разные стороны, наподобие шоковой волны. Та же самая история, геометрия, шарики, размер. То есть все эти базы настройки у нас с вами будут получаться точно такие же. Но в любом случае какие-то такие уже взлетающиеся элементы у нас с вами будут выходить. Количество можно будет сделать побольше. Скорость побольше можно будет поставить. Ну а еще в настройках включить то же самое motion blue в размытии движения. Но сейчас не буду включать ничего тяжелого, типа арта, либо V-ray. Сделаем все это настройками, которые у стандартного рендера. Motion blue, object. Уже на рендере что-то такое будет возникать. То качество поставят побольше, такие быстродвигающиеся объекты. Плюс если появится какой-то материал снова светящийся, будет все смотреться крайне достоверно, наподобие такой классический, сбегающийся шоковой волны от взрыва какой-то там планеты. Все, замечательно будет получаться. Ну или есть у нас самая замечательная система частиц, которая называется P-Cloud, облако. Если все остальные частицы испускают из эмиттера или из поверхности объекта, то наше облако испускает частицы, точнее не испускает частицы, а генерирует частицы внутри объекта. Если нужно будет действительно сделать что-то наподобие облака, такого мягкого, состоящего из таких отдельных плачков, то можно будет взять в качестве исходной геометрии обычную сферу, сделать наш P-Cloud, ну и просто сказать, что частицы будут возникать внутри этого нашего объекта. Внутри будут получаться наши замечательные крестики. Геометрия, тип частиц, те же самые сферы. Размер сфер можно будет сделать побольше. Вся эта история, она у нас с вами повторяется из раза в раз. Самих частиц можно будет сделать побольше. Ну и соответственно, внутри нашего с вами объекта уже такие замечательные шарики будут получаться. Оставить только саму сферу, либо сделать невидимый материал, либо просто сделать хайп, и у нас уже что-то такое будет возникать. То есть облачный объект, нужно будет там сделать много-много рыб в воде. Та же самая ситуация, нарисовали там объемом либо озера, либо какую-то там реку, и соответственно, на реке ваши объекты будут замечательно размещаться, все отлично будет себя вести. То есть все наши базы частицы строятся по одной и той же модели, все они одинаково управляемые, то есть вы непосредственно настраиваете размеры, скорости, вид частиц совершенно на каком-то образом. Просто по-разному частиц у нас с вами будет генерироваться. Кто-то с поверхности, кто-то внутри объема, кто-то из общего центра, из которого будет сформулироваться, а кто-то просто из какого-то невидимого метра. То само поведение частиц у нас, соответственно, будет совершенно одинаково. Понятно совершенно, что просто смотреть наши частицы, это достаточно будет скучно, Ну, да, действительно, там вылетают на сами столбы пара из нашего чайника, но они у нас просто летят вверх, никак не управляемы. Поэтому вторая очень полезная вещь, которая есть в наших патеках, это так называемые силы, набор специальных объектов, с помощью которых можно уже будет нашим частичком управлять. Это уже можно будет сделать на сами час все вместе, благо все это будет получаться не очень сложно. Хочу сделать что-то наподобие несложного водопада. Типа частичка у меня падает, там на поверхность скатываюсь, куда-то там вниз непосредственно летает. Итак, создаем наш базовый, самый простой вариант чтиц. Ничего пока сложного мы с вами делать не будем, потому что так как, если вы там будете использовать более сложные чтицы, так как все это максимум нас с вами рассчитывает на реальном времени, на это будет много времени уходить. Как видите, логика управления будет точно такая же, поэтому в нашем патч-классистеме убираем спрей. Сам простой вариант чтиц. И на виде сверху этим самым спреем рисуем вот эту вот нашу невидимую плоскость, с которой наши чтички будут непосредственно уже лететь. Пошли? В нулевом кадре, естественно, ничего не будет видно, но когда время там чуть-чуть вперед пронатает, уже увидите, что что-то у вас такое интересное будет. Давайте только сразу время жизни чтиц сделаем побольше, потому что 100 кадров это немножко, конечно, маловато будет. Как обычно, сам простой вариант увеличить количество кадров по любой кнопке управляющей анимации. Щелкнем правой кнопкой мыши. Ну и длина. Не 100 кадров, пускай там будет 300 кадров. И в настройках наши частицы. Количество частиц и первое, второе, пускай будет 5000. У нас будет такой мощный потоп воды. Размер частиц потом подберем на рендеринге, но сейчас, чтобы было все непосредственно видно, пускай будет 10. Чтобы вы чисто визуально вот эти вот наши полосочки видели, пускай будет 10 частиц. Скорость можно будет сделать побольше, 30. Все частицы двигаются с одинаковой скоростью, и у нас, конечно, все это будет смотреться немножко сущновато. Поэтому есть у нашей скорости замечательная настройка, называющаяся variation, что-то наподобие разброса частиц. Они будут лететь по разному направлению, в разные стороны, то есть какой-то такой вот разброс можно будет уже на сайт добавить. Ну и самое главное, я хочу, чтобы мои частицы жили все 300 кадров. По умолчанию наши частицы проживут свое существование на 30 кадре, увидеть настройку, называющуюся Live, время жизни. 300 кадров. Ну и если мы сейчас с вами проиграем нашу анимацию, все 300 кадров, да, variation большеватый я сделал, пускай будет пятерочка. Все 300 кадров у нас наши частицы, летят по экрану, и все отлично получается. Но только наш фонтан, пускай будет, ну, водопад, будет не вертикально вниз не петь, а горизонтально вниз. Поэтому я вот этот свой эмиттер обычным вращением поверну на 90 градусов, чтобы он у меня как-то вот так вот был. И источник нашей воды у нас с вами появляется. Все уже отлично происходит. Все, ушло? Как в реальной жизни, на все объекты на самом деле действуют гравитация. Также я могу добавить гравитацию своим частицам, чтобы они под действием этой силы падали вниз. По-прежнему в разделе Create, где мы сами все наши объекты создаем, можно будет найти набор объектов, которые такие вот волнами интересно отображаются. Называется это набор объектов SpaceWars, деформаторы пространства. И мы сразу увидим набор сил, которые можно будет нашим частицам применить. В частности, можно будет увидеть достаточно очевидную силу, называющуюся gravity, гравитацией. Гравитация – это просто такой знаковый объект, он должен быть на сцене, но в совершенно произвольном месте. То есть просто рисуем где-нибудь там рядом с частицами. Самое главное, чтобы до него можно было уйдянуться, чтобы его выделить, настройки его поменять. Но по факту, где гравитация будет на самом расположении, совершенно все равно. Самое главное у гравитации, чтобы она была на сцене, и самое главное – точно указать, в какую сторону гравитация будет направлена. То есть будет стрелка у нас с вами показана, направить гравитацию вверх, она будет работать вверх. Ну, по умолчанию она у нас с вами работает по направлению вниз, все отлично с вами будет получаться. И все, что мне останется, чтобы мои частички по действиям гравитации падали вниз, нужно будет эту силу привязать к частицам. Привязки все у нас находятся в одном и том же месте. На верхней панели инструментов, в самом верху, можно будет увидеть обычную привязку объектную, а можно будет увидеть цепочку, которая тянется к волнам. Она так и называется, бинта-спейс-варб, привязать к деформатору пространства. Специальная привязка, которая как раз для этих наших форсов, сил и используется. И силу к частицам или наоборот частицы к силе мы сами привязываем. Я хватаю за значок гравитации и, не отпуская левой кнопкой мыши, тащу на наши частицы. И наши частицы вниз по действиям гравитации уже будут лететь. Причем, если выделить силу, там можно будет найти очевидный стренд, побольше гравитации, поменьше гравитации. То есть можно будет определить, с какой силой на сайте все это будет двигаться. Сама привязка физически происходит с помощью специального модификатора. Если я наши частицы выделяю, то можно будет увидеть, что к частицам применяется модификатор, который так называется гравитебидник, привязка к гравитации. Если этот модификатор убить, частиц снова будет свободным. Все получилось? Ну, отлично. Силы – это одна сторона работы с частицами. Если хочу, чтобы мои частицы с кем-то сталкивались, то мне придется задействовать вторую сторону. Так называемые дефлекторы должны быть добавлены на сцену, которые будут позволять отражать частицы от себя. Дефлекторы относятся тоже к силам, то есть это тоже активные объекты, которые как-то воздействуют на наши частицы. Там же, в разделе кирей, там же, в волнах, в нашем разделе объектов Spaceworks. Мы только говорим, что это будет не форсис, не силы, а дефлекторы. Есть несколько дефлекторов, какие-то сложные, какие-то проще. Возьмем самый простой и сам подходящий в данном случае дефлектор, он просто называется дефлектор-отражатель. Это тоже невидимая плоскость, которая будет с вами служить бригадой на пути нашей частицы. Ну вот на виде сверху, вот мой фонтан бьет, ну где-то вот здесь вот посередине фонтана какой-то такой вот плейн с дефлекторами рисует. Только чуть-чуть пониже его включу, чтобы как-то вот так вот на половину мой фонтан перекрывать. Дефлекторы, это тоже сила. Чтобы наши частички поняли, что нужно будет на дефлекторы реагировать, наша цепочка с волнами, я могу привязать их моему дефлектору и мои частички, а дефлектор будет отталкиваться. Ну понятно совершенно, что если сила нашей гравитации, у нее основная настройка является именно стрэм сила. Чем больше, тем сильнее наши частички давятся вниз. То у нашего дефлектора будет настройка, которая называется bounce, сила отскока или сила отражения. Наш дефлектор отражается, соответственно, парамент будет отталкивать, что сильнее все это на самом деле будет отражаться. Единичка типа 100%, с какой скорость упала чтица, с той скорость она взлетает. Если, соответственно, я поставлю эту настройку больше, будет получаться немножко не физический эффект, когда чтица наша при отскоке еще и выше взлетает, как будто при отскоке она и что-то еще дополнительно действует. Хочу сделать более реальный эффект того же самого водопадника падающего. Можно будет поставить bounce там 0,2. и наш чтиц как-то так будет себя непосредственно вести. Сам дефлектор можно двигать. Его можно поворачивать, заставить учтись там в другую сторону, на самом деле. Либо там больше улок какой-то такой сделать. То есть как он, наш дефлектор будет располагаться в пространстве, так, соответственно, с вами все это и будет получаться. Вот, еще сейчас поменьше сделаю, чтобы еще можно было сделать один вариант поражения. Все получилось? Простой дефлектор, весь достаточно как минимум очевидный, понятно, что сделан он для плоских поверхностей. Стена дома, асфальт, то есть падает наша птичка на асфальт, соответственно, замечательно на нем каким-то образом на него как-то реагирует. То есть достаточно поставить под наш дефлектор обычный плейнг, бокс, и все отлично будет получаться. Но что делать? Я захочу, например, что у меня моя вода от сферы отскакивала. Где-нибудь вот здесь, вот чуть пониже, я нарисую шарик и также его под воду поставлю. Тоже возьмем геометрию попроще, но он там совсем какую-то страшную геометрию. То есть на самом деле любая геометрия, нарисовали машину, хотели сделать имитацию дождя на машине, тип кабинки упали, отразились, там как-то поскользили по поверхности. Да, без проблем. Нам нужно будет сделать новый дефлектор. Идем обратно в наш плюс. Обратно наши волны, Spaceworks, дефлекторы. У нас есть замечательный дефлектор, который обзывается U-дефлектор. Типа универсальный дефлектор. Дефлектор, который позволяет отражать от любой геометрической поверхности. Его достаточно просто сделать. Он должен быть с вами на сцене. То есть так как не он сам является источником отражения, а наша геометрия. Просто значок этого у дефлектора должен где-то стоять. То есть маг должен понимать, что на сцене есть какой-то универсальный отражающий объект. А в свойствах у дефлектора можно будет сразу увидеть достаточно очевидную кнопку PIP Object. Типа отражай-ка ты объект. То есть можно будет просто указать дефлектор в любую геометрию. У нас уже эта геометрия будет использоваться как отражатель. Но только после команды PIP, когда вы загружаете в сферу дефлектора, все равно нужно будет цепочкой с волнами сказать, что ты дефлектор, все равно частицам привязываешься. Макс немножко подумает, поразмышляет. И вот уже у нас с вами наши частички от шарика будут раскатываться. Но только процесс этот, даже несмотря на то, что у нас с вами геометрия простая, частички очень простые, все равно будете видеть, что же такие реальные тормоза будут у нас с вами получаться. На каждое перетаскивание времени будет тратиться максимум достаточно много времени на пересчет, пока все это пересчитается. Но все равно будет очень хорошо видно, что действительно все нормально получается. Наши частички реагируют на шар и взаимодействие с вами получается. Ну долго. Если частиц делать много, побольше в размере, присвоить им какой-нибудь там замечательный материал, полупрозрачный влагу, получать неплохой эффект каких-то капель поля-водопад, который будет с вами взаимодействовать с реальной поверхностью. Это самый простой будет способ, с помощью которого вы можете делать всякие разные водные эффекты. Сейчас работает? Отлично. Ну, конечно, сами party play, которые мы сейчас используем, этот спрей, это, конечно, не совсем удобный вариант для именно воды, потому что хочется сделать такой эффект, капель-то на самом соединяюсь, раздвиняюсь, чтобы он похож на водный поток. Это уже смотрим, не повторяем. У меня будет нарисована плоскость, это типа будет наша земля, на которой свет будет стоять. У меня будет нарисован какой-нибудь там несложный бронзбой. Цилиндр. Ну и еще один цилиндр. Типа, из которого все это будет на сами поля-воде. На сами цилиндр можно будет немножко поиздеваться, чтобы все было параллестичнее. То есть можно будет наш полигон выделить, сам полигон можно будет немножко вдавить, чуточку уменьшить, посильнее вдавить. Какое-то такое жерло у нас с вами будет получаться. Только, наверное, все равно чуть-чуть побольше. Мы хотим испускать нашу чтицу из объекта. Нам потребуется система чтиц, которая у нас с вами называется PRA, Particle Array, массив чтиц. Все дается в любом месте, потому что мы с вами указываем пик-обжект, откуда у нас с вами все это будет цилиндр. Геометрию настраиваем соответствующим образом. Это будет на сами меж, 100%. Пока в качестве тестового примера выберу шарики для того, чтобы на сами не очень сильно тормозило на просчете. Ну и шарики сделаю побольше в размере. Но мы с вами хотим заставить наши чтицы спускаться не из всей поверхности, а только Use Selected SubObject, используемый под объектом. Если я уже в своем цилиндре выберу в качестве испускаемой поверхности вот этот полигон, то у меня мои чтицы из этого полигона будут вылетать. Только размер сейчас настрою немножко более правильного года. Что-то такое будет на самом деле получаться. Дравитация одна штука, которая привязывается к нашим чтицам. Универсальный дефлектор. Ну, возьмем плоский дефлектор в данном случае. Понятно, что плей лучше плоско использовать. Плоский дефлектор одна штука, которая у нас с вами привязывается к частицам. Ну и уже. Ну только у дефлектора можно будет бауна сделать поменьше отражения. Сейчас там другие настроечки можно будет задействовать, что все чуть-чуть реалистично с вами смотрелось. Ну, какая-то такая штука будет получаться у нас. То есть, в случае с дефлектором... А, да, скорость, конечно, чуть-чуть большевата. Немножко поменьше. То все получается достаточно стандартно. Если делать чтицы не очень сложные по форме, то все получается достаточно быстро и хорошо. Тут я что-то потерял. А, да. Так, тик. И скорость. Сейчас, сейчас. Да. Что-то вклад послушает у меня. Там, испуская все там 100 кадров, ну и скорых делать чуть-чуть поменьше, чтобы не такие сумасшедшие на сами струи были. Да, ну, чтобы они у нас жили все 100 кадров. Ну и, конечно, это не очень похоже на водичку, что какие-то такие вот шарики падают. Хотя видно, что по поведению очень похоже на какие-то капельки. Поэтому у Blizzard, у PRA, то есть у более сложных 7 частиц, если найти снова тип частиц, есть вот этот самый так называемый метод патчплс. Капельки. Если сделать размер частиц немножко побольше, то можно будет добиться того, что эти капельки будут друг с другом сливаться. Многовато. Ну и что-то такое у нас с вами будет происходить. По дефлектору можно будет трение поставить побольше, чтобы они очень сильно на сами разбегались. Метопатику тоже достаточно такой вид почти сложноватый, но все равно считаться будет побыстрее. Ну да, настроить чуть-чуть скорость и размер. Больше похоже на какую-то такую вытекающую грязь из нашего брасбольда, но все равно какое-то такое поведение а-ля жидкости у нас с вами будет непосредственно получаться. То есть даже смотря на то, что какие-то вещи можно сделать при дирке внешнего вида, все равно все считается достаточно быстро. Если не используя сложные дефлекторы, взаимодействие происходит достаточно быстро, такую простенькую физику можно же будет на сами настроить. Ну и еще одна важная фишка, которая есть в нашем частичке, это, конечно, замена частиц. Если я сделаю, например, обычный Blizzard, все те же самые настройки без изменения. В типе частиц есть вариант выбора частиц, который называется Instant Set Geometry, подставная геометрия. Хочу, например, что у меня частички были в виде чайника. То есть на самом деле любой объект можно будет нарисовать, но сейчас не буду какие-то сложные объекты загружать, потому что боюсь, что подвесащая будет немножко. То есть можно будет реально рисовать, там, не знаю, модель того же самого вертолета, там, проанимируйте, чтобы винт крутился, у вас будет получаться замечательная замена с анимацией, со всеми материалами и прочее-прочее. В нашем случае я возьму обычный T-port. Чайник. Ну и когда я скажу, что использую Instant Set Geometry, поставную геометрию, можно будет сразу команды PIG, нужно объект загрузить, и у меня уже из моего эмиттера вылетают такие ученечки. А, да, кстати, есть, есть, есть у меня модель вертолета, она достаточно простенькая. Ну, не буду ее анимировать, потому что заниматься боюсь, что все чуть-чуть потормажу будет. Да. Да. Такая штука есть. Ну и, соответственно, PIG Object и вертолет. Наш вертолет изначально достаточно большой, поэтому какаш получается, но если размер с тем чтить сделать поменьше немножко, то можно будет добиться того, что вертолетчики будут на сами уже адекватные. Да. Ну и, конечно, действие взлетов в кадр многовато. Два вертолета. Размер еще можно будет сделать поменьше. Что-то такая штука будет получаться. Можно будет запретить вращение, чтобы у нас с вами ничего никуда не вращалось. Можно будет определить ось, по которой все это будет у нас поворачиваться. Это у нас вертикальная ось. Чтобы направление чайника у нас, направление вертолета было в нужную сторону, это тоже можно будет определить. Можно будет применять материал, проанимировать винт, то есть частички будут полностью копировать все свойства нашего объекта, и какая-то такая толпа вертолетов на сами по экрану будет двигаться, все еще прикольно будет смотреться. То есть не обвязать стандартные объекты, можно вот такую подставную геометрию забранную использовать, и все очень неплохо будет у нас получиться. Но основной минус этой системы частиц на самом деле заключается в том, что у них нету какой-то сложной модели управления, в том плане, что если, например, в нашем предыдущем примере там упала частичка на дефлетор, ударилась от нее, чтобы она какие-то мелкие капитаны взлетелась, чтобы у нас с вами вместо одной частицы какие-то другие частицы появились. То есть если вдруг нам с вами захочется сделать, чтобы наши частицы могли реагировать на какие-то события, либо временное событие, прожил там 50 кадров, будет долг поменять на другую частиц, либо какие-то столкновения, то, конечно, базовые частицы у нас с вами здесь не очень хорошо подойдут. Есть распространение Макса, сам, пожалуй, сложная система частиц, которая называется Particle Flow. Давным-давно это был отдельный плагин, который ставился под Макс, со временем он был приобретен Autodesk, потому что сейчас это встроенная система частиц, которую сразу напрямую можете пользоваться. И представляет эта система частиц не набор каких-то одинаковых параметров, а что-то наподобие блок-схемы, какой-то последовательности, история частиц, где вы просто описываете, что сначала частиц такие, потом прошествия времени такие, потом присудорения такие, и будет получаться некая схема, описывающая, как наши частицы будут реагировать, и изменяться на какие-то определенные события. В отдельной ситуации в Particle Flow, конечно, работают чуть помедленнее, нежели базовые частицы, то есть есть что-то такое несложное, нужно будет сделать, типа наподобие того же самого дождя. Это у нас наши обычные частицы, наподобие спрей, все отлично будет получаться. Во всех более сложных случаях, когда частиц должна, например, меняться со временем, по каким-то причинам или признакам, это вот этот вот наш Particle Flow. То же, что находится у нас с вами там же, в Particle Systemе, сам первый тип частиц, он так и будет у нас с вами называться, PF Source, PF – сокращение в Particle Flow. Ну и когда мы с вами его убираем, его рисуем, у нас с вами будет создаваться немножко видоизмененная плоскость, но сама логика будет у нас с вами точно такая же, частиц у нас с вами возникает. При проматке времени также у нас с вами будет лететь вниз, все замечательно будет у нас с вами получаться. Но только единственное, что когда пытаюсь посмотреть, как и что у вас будет частичка возникать и получаться в настройках, в настройках нашего Particle Flow ничего мы с вами не видим. Но максимум только что, размер этой плоскости, да и собственно и все. Все основные настройки, которые у нас с вами будут происходить с нашими частицами, будут настраиваться в специальном, отдельном окне, который называется Particle View. Если у вас вот этот эмиттер будет выделен, в самом верху будет кнопочка Particle View, нажав на которую, увидим как раз вот это вот, вот это вот окошко с нашей блок-схемой, показывающей, как, что, зачем и почему с нашего частицами непосредственно происходит. Немножко маловат монитор, сейчас все настроим. То есть есть определенные блоки, на самом деле эти блоки представляют собой какую-то вывеску из наших уже известных эффектов, ну, например, есть блок Burst рождения, когда появляются, когда останавливаются общие количества и прочее-прочее. То есть могу сделать так же там 100 кадров, количество будет 5000, и все, это будет получаться. Если вдруг хочу сделать свои частицы в виде каких-то там кубиков, то есть блок, который называется Shape. Если я его убираю, мне предлагают на выбор формы частиц, размер частиц. Касаемо формы частиц, здесь, конечно, выбор будет по-многообразнее, то есть есть очень большая подборка готовых вариантов частиц наподобие тех самых сердечных. Но только изначально нас сами все это показывают в виде этих самых тиксов, крестиков, блок, который называется дисплей отображения. Не хочу тикс, а хочу, что у меня все это показывалось геометрией. И какие-то такие у сердечки миленькие будут нас сами полетать. То есть немножко такой более как бы функциональный вариант поправления нашими чтениями, все более ярко выражен, не общим списком, в котором можно будет запутаться, а все вот так вот кусочком. Понятно и подробно. Ну и самое главное. Внизу у нас с вами находятся дополнительные блоки, которые вы можете в свойства ваших частиц добавлять. Ну, например, сделаем там пару самых простых действий. Хочу, чтобы на там двадцатом кадре мои частички вместо сердечки превратились там в шарики. Да ради бога. Есть замечательные желтые иконки, которые у нас с вами являются проверками или условиями. Ну, например, у нас есть замечательная проверка, называющаяся age-тест. Проверка возраста. И я просто этот блок добавляю как часть наших имеющих частичек. Перетаскиваю вот этот наш блок частицами. И в самом нашем age-тесте я просто говорю, ты age-тест должен проверять, дожила ли наша частичка до двадцатого кадра. Ну, а чтобы не происходило, очень резкое обрубание сердечек и вращение их в шарики. Еще сделан variation, то есть тип плюс-минус 5 кадров. То есть чтиц наши будут меняться, каждая из них случайно, диапазон 15-20 кадров. Так мы с вами хотим изменить форму чтиц. Мы должны будем добавить еще один блок, в котором будет описана другая форма чтиц. Можно будет найти среди наших блоков раздел, который называется Shape, форма. Shape, форма. И просто отдельно новым блоком эту форму можно будет нас с вами вытащить. Колесико мышки меня подводит. Shape в виде сферы. Дисплей в виде геометрии. И видите, у нашего H-теста есть выходящая веревочка, которую нужно будет к этому нашему новому блоку просто перетащить. То есть будет работать тип проверочных условий. Если возраст больше 20 плюс-минус 5 кадров, то мы переходим к следующему блоку и форму частиц меняем на шарики. Я начинаю с 20 кадров, то есть минус 5 кадров, у нас с вами замечательно наши сердечки меняются на шарик. Все отлично будет получиться. Олег, нет, то есть в принципе вот эти вот вещи можно перекидывать как угодно, как угодно. То есть, грубо говоря, весь блок срабатывает как единое событие, несмотря на порядок отдельных элементов этого блока. Если там поменяем местами дисплей и шейф, это фактически ни на что не будет на самом деле. Оно иногда бывает убрано из-за низкого разрешения экрана вниз. Наведите на нижнюю полосочку, там появятся такие стрелочки, просто вверх вытащите. То есть на низкое разрешение бывает, что просто не влезаю в себя. Ну или, например, хочу, чтобы у меня мои шарики не просто на экране появились, а чтобы начали искать замечательно объект. Нарисую там где-нибудь в стороне от наших патиков стандартную буковку А. ну и макс пускай будет. Сам шрифт можно будет сделать потолще и можно будет его заэкструдить. и посмотреть список наших различных блоков, то можно будет найти такой же проверочный блок, он зовется find target, найти цель. Я говорю, вы шарики, когда вы появились, давайте сразу искать нужную цель. В описании самого блока у нас с вами есть возможность выбора, что у нас с вами будет искаться, либо какая-то иконка, наподобие, которая вспомогает на объекте бедефлектора, либо реальный межоббик, реальная геометрия. Ну и очевидно кнопка add можно будет текст добавить. И мои частички начинают к нашему тексту лететь. Но по умолчанию они к нему летят и долетая до него, с ним вообще ничего не происходит. Но это можно будет исправить. Как видите, этот наш find target это проверочное условие. Он типа проверяет нашли объект или не нашли. Соответственно, когда у нас с вами все это нашлось, я могу сказать, давайте вы частички на там не знаю какую-то там другую форму применяете. Скажем, вы будете нотами. Новый шейф. Шейф будет у меня не кубик, а какой-нибудь там, не знаю, нотс. Дисплей в виде диаметрии. И чтобы вы еще непосредственно стоп останавливались. И нужно только сделать связь типа find. Как только нашел текст, давай-ка ты будешь нотами и будешь благополучно тормозиться. Но только ноты сейчас сделаем побольше, а то они за шариками теряются. Кстати, да, для большего эффекта можно будет вернуться к нашему первому блоку и сделать бёрдс, чтобы там частички на кадре там 40-ом или на 50-ом останавливались. То есть они у нас вылетают, летят и за оставшихся кадров все переходят в ноты. Пускай 30 кадров. Сами наши ноты можно будет сделать чуть-чуть поменьше. Ну, а если наш исходный текст просто было получено хайд запятать. Да, но по поводу нот читаемость текста не очень большая. Вернусь я обратно к нашему обычному шарику не очень большого размера и можно будет заставить, что наши вот эти вот частички, только чуть-чуть я их сделаю побольше, не в 5000, а в 50000. они достаточно неплохо будут стоять на своем форуме нашего текста. То есть наши получают достаточно интересная динамическая история, что частицы у нас вылетают и соответственно все переходят в наши буквы. Плюс побольше можно будет делать время эмминации. Когда требуются какие-то более сложные вещи связаны не просто с анимацией свой частиц больше меньше изменение материала изменение формы частиц изменение скоростей изменение направления и прочее здесь соответственно как раз наш пачка флова очень плохо работает и уже такие забавные штуки можно будет с нашим честицем посредством помнить. Мы сами видели что в принципе наши частиц достаточно плохо справляется с жидкостями на том плане что что-то такое получается но зачастую больше похоже не на воду а на какую-то такую грязь интересную там можно на самом деле будет настроить и скорость и размер что-то такое можно привести более-менее похоже на какие-то такие жидкости но конечно это все равно будет получаться немножко неестественно до 17 версии макса не было возможности генерировать жидкости если говорить про стандарт возможности тдмакса но у нас наконец появилось спряжение макса еще одна формальная можно будет назвать систему частиц еще одна постоянная система частиц которая спряжение макса это так называемые флуиды флуиды типа система чтис для имитации разнообразных жидкостей и глава плюс система чтис в том что вы можете делать жидкости разные с разными свойствами с плотностью с разным поверхностным натяжением и прочее можно очень неплохо имитировать совершенно разнообразные жидкости и разнообразное поведение и самое что прикольное помимо того что система чтис как мы сейчас видим она достаточно сложно настраивается результат будет получаться чисто визуально очень красиво очень красиво очень инвестиционно правда у флуидов есть достаточно большая проблема они очень долго считаются то есть в принципе это самый долгоиграющий вариант системы чтис но высота требует джев поэтому есть возможность подождать пользу флуидами сами флуиды пришли в макс из еще одной программы которая называется майя в майя была технология в свое время технология поведения чтис которая бифрост она соответственно получше перебрала в макс макс она называется макс уиц может пока что работать чуть помедленнее чем майя но в принципе так получается такой же все прикольно замечательно непосредственно уход так если делать предыдущий пример с нашими капельками сделайте файл резет сбросьте все и 18 и в 19 версии макса есть разночтение по поводу включения фуидов если говорить про 18 версию макса вместо стандартных примитивов можно будет выбрать набор объектов который так и будет называться фуидз фуидз в 19 версии нужно будет забраться в мюнио анимейшн мюнио анимейшн будет находиться мюнио который называется фуидз и там будет такой же объект называться макс фуидз дается чуть-чуть по-другому да в версии 18 этого пока нету соответственно 12 версии будет создавать мюнио анимейшн у нас стоит пока что 17 версия поэтому вместо стандартных примитивов выбираем наши фуиды макс ликвид сам объект это наш эмиттер куда наши тис отпускаются ну и соответственно такие вот капельки настройку фуидов безумное количество там можно делать совершенно все что угодно можно сделать эффект там выливания жидкости чего-то смешения жидкости с разными свойствами можно было сделать наподобие бассейна и там бросить бассейн какой-то объект и там замечательно волны полетят от этого объекта то есть все что связано с поведением жидкости реальной физической фуиды наши работают совершенно замечательно мы будем делать всем простенький эффект жидкость насами падает сверху вниз и на какой-то объект натыкается поскольку все это насами будет происходить капельки наши поворачиваем направляем вниз чтобы насами жидкость все-таки падала вниз ну и сами наши фуиды отчасти будут похожи на предыдущие пачку флова тоже будет для управления нашими фуидами отдельное окно нужно будет забраться в раздел модифай свойств наших фуидов и в самом верху в этом разделе для нашего века увидим увидим кнопку она будет называться simulation view по идее такая же кнопка будет в 19 версии менюшки флэйс наблюдаться и на нее нужно будет нажать и вот такое окно что у нас с вами будет открываться со свойством наших выводов сразу давайте разберемся с общим качеством ну и значит с общей скоростью просчет наших выводов мы с вами делаем совсем простенькое тестовое упражнение очень долго ждать по времени не хочется пока все это с вами пересчитается поэтому в этом окне который открывается сверху есть несколько вкладов которые будут определять как что зачем будет происходить наших выводов из вклад который называется solver она описывает какие-то настройки математически как все нас считается из вклад который называется дисплей который показывает как все изначально показывается как наши чечки будут отображаться нам нужна будет вкладка solver просчет эффекта и наверное один из самых важных настроек которые определяют нас с вами качество просчета это настрой который называется master voxel size фактически это размер наших капель которые с вами будут получаться для более качественного просчета капель должно быть побольше это параметр будет меньше для более быстрого но некачественного просчета настройка можно будет сделать больше капельки будут по размеру больше они считаться будут менее точно но зато быстрее вот это вот наш сет который появляется фоновая она как раз с вами показывает как раз размер наших капель поставить там место 0,5 двойку у нас будет получаться такие крупные ячейки такой капель потом на единичку поменяю посмотрим как и любая динамика подобного рода в максе наши флуиды требуют удалительного просчета то есть нужно будет обязательно запустить просчет все это будет вести иначе ничего не видим сейчас если просто проматывает на время вперед назад ничего не меняется поэтому в самом верху настроек нашего объекта есть строчка с кнопкой play который как раз и запускает на просчет нашу анимацию с торцов начать просчет нажимаем побегут процент побежит полосочка зеленая каплики наши появляются ну смотрите пожалуйста это происходит в фоновом режиме вы можете по мере просчета время вот здесь внизу вот так вот потаскать ну и можно будет увидеть как наша такая вот капля здорового потока на самом низ пойдет то есть наша водичка начинает длиться и все отлично с вами получается но не будем ждать до конца потому что мы с вами добавим объект который будет сталкиваться касаемо скорости просчета ко мне на секунду смотрите вот так все считалось с единичкой максов волосы сайз то есть там посчиталось где-то 10% если поставить там двоечку и запустить на просчет заново все будет считаться побыстрее но при этом качество будет чуть похуже получать более грубая форма нашего струги на самом будет наш поток вешаем очень простенький объект который сфера ну и туда сюда вниз не очень далеко размещаем то есть конечно подкупает во флуидах определенная простота не будет как в наших частицах очень-очень много там всяких непонятных параметров которые нужно контролировать не будет как в нашем пачке флоу очень-очень много свойств которые нужно контролировать хотя конечно из-за этого и возможностей в нашем пачке флоу будет побольше но если про жидкость поставили объект настроили у нашего объекта качество просчет вот этот наш воксел сайс все что требуется сделать сказать что на сцене появились объекты с которым ты система ликвид должна сталкиваться в самом начале нашего окошка есть вклад который называется ликвид атрибью главные свойства жидкости и вы увидите в этой вкладке самый первый выпадающий пункт который называется коллайдер kill planes объект с которым наша жидкость сталкивается и увидим очевидную кнопку пик которую нужно будет щелкнуть по шарику сказать что теперь жидкость с этим шариком сталкивается все запускаем заново на просчет то есть любые изменения заново пересчитать когда вы второй третий раз называете на просчет вашей системы честиц она обязательно будет спрашивать а что сделать продолжить дальше резюм и начать заново начинаем заново рестарт терпеливо ждем то есть иногда если достаточно сложные геометры сложный эффект там часами все это может просчитываться но зато нужно будет обязательно платить и уже ну конечно сами капит видите крупноватые вот эта настройка в оксус с боечкой конечно будет смотреться но тем не менее еще считается ну там тоже не ждите до конца там упал наш поток на шарик и соответственно это можно будет нажать на стоп тормознуться там считал 10 колен и хорошо то все пропав будет в первый раз только во время просчета останется добавить материал свет и соответственно все красиво будет выходить ну единственное только какие самые главные плюшки есть у наших флуидов в сравнении с другими системными чтиц флуиды умеют работать полноценно с многопроцессорностью если у вас будет многоядерность на компьютере все ядра будут нормально использоваться очень прикольно то что флуиды умеют сам просчет записывать в виде отдельного файла на диск один раз просчитали и уже не нужно будет заново все это просчитать в реальном времени то есть в случае с частицами обычной с тем же самым фальшиков флоу или с нашим спреем когда он сталкивается чем-то сам просчет происходит каждый раз когда на play нажимаете и если на вас какой-то сложный отражатель типа нашего шарика каждый раз будет тупить на этом а наши флуиды присчитавши один раз они записались там по какому-то адресу свой этот файл просчитанный и соответственно теперь каждый раз play который будет на сами проект нашей анимации будет просто из этого файла ничего не нужно будет перерасчитывать в этом плане все поудобнее сделано хотя сам процесс конечно тормозной тем не менее после того как подождали пока все просчитались дальше все будет происходить в реальном времени ну и есть наше распоряжение еще одна очень важная флаг называющиеся display settings вариант отображения нашей частицы вот эти квадратики забавные они конечно смотрятся прикольно но все-то хочется получить геометрию более-менее правильную чтобы было похоже на массив воды чтобы там какие-то дырочки появлялись чтобы как-то там выделялись разденялись и прочее поэтому можно будет указать в качестве типа отображения типа отображения частиц на нашей сцене есть например замечательный штук который называется buy frost cash mesh или buy frost dynamic mesh дайнаик mesh даже еще поинтереснее у вас это все будет пересчитываться условно в этом в реальном времени как все это будет себя вести и уже Олег по идее сама вкладка кэшинг она вообще ни на что не влияет может вы немножко подругое говорите вот этот вклад который называется кэшинг она просто определяет куда весь просчет нас вами происходит можно будет указать project folder типа вторую сам папку куда сохранили сам проект а можно будет просто сказать что сохраняем там на диск c папку max fluid и сам файл будет сохраняться то есть на сам процесс никак это вообще не влияет совершенно а понял сейчас посмотрим посмотрим я на самом деле никогда с ним не особо не работал не приходило сделать что-то такое сложное пачку слова чтобы требовалось решить все красиво свет правильный материал и соответственно у нас замечательно будет получаться ну и то что совсем не очень сильно нравится если вернуться обратно в нашу первую вкладку liquid attributes обманулась подло обратно забираем вкладку который соус параметров и там будет вторая категория настроек называется liquid параметров я на самом деле не очень знаю чем отличается не очень хорошо представляю хотя сам физик по образованию не очень хорошо представляю там по свойствам из-за ножки числые вещи сдавать чем отличается та же самая вода от масла или там от меда или от вина поэтому в этом нашем разделе liquid параметров есть готова подборка шаблонов сейчас нас вами льется пиво а может литься кровь а может литься шоколад а может литься кетчуп то есть есть какие-то готовые подустановленные шаблоны которые сразу выбираете нужно только меняется но только конечно после этого когда выбираете другой шаблон по идее чтиц у вас вам потребуется чтобы заново все это пересчиталось то есть любые изменения требуют заново перерасчета иногда изменение тип частиц у нас с вами будет очень сильно заставляет все это тормозить но тем не менее да чуть-чуть там по-другому капит у нас с вами ведут немножко все быстрее падает то есть какие-то вещи такие происходят больше разрывов каких-то у нас с вами появляется то есть физически уже немножко другое предназначение прикольно на самом деле ну и ко мне пожалуйста на кампус смотрите ничего не повторяйте в качестве одного из примеров которые вы будете смотреть в свое время на курсе посвященный общей анимации один из самых таких классических примеров посвященных флуидам то что вы очень часто видите в разнообразной рекламе то есть есть такой замечательный пирог сверху на него падает струйка шоколада вот так модно объявляет то есть по факту есть некий путь по этому пути у нас двигается шарик который является эмиттером для наших частиц и из этого нашего шарика собственно сам шоколад вытекает ну тоже можно будет сейчас немножко поставить побольше воксал сайт чтобы все быстрее считалось ну и запустить все это на просчет то есть в принципе даже такая не очень сложная с точки зрения геометрии сцена она конечно все это просчитывать в реале в частую достаточно много на это время потратить но тем не менее вот наш шоколад полился то есть также можно будет сказать что не не точечки а наш динамик миш все интереснее получалось конечно на перспективе это немножко мне приятно смотрится то есть чем дальше тем дольше он будет все это просчитывать непосредственно но тем не менее на рендеринге правильно материал подобрать один кадр и десятого пути то есть все наши примеры учебные будут конечно смотреться материал будет сделан все по наряднее будет проходить у нас на этот компьютер и рей слетел к сожалению поэтому не смогу показать дирекционную как видите поведение достаточно такое получается несмотря на немножко отталкивающих достаточно неплохое так что жидкости разнообразные это значит флуиды более продвинутая система частиц все как видите по настройкам не сложно по времени рендеринг конечно самое главное проливное это будет сколько все будет просчитывать но здесь без вариантов хотим получить высоту нужно будет продолжать ну и в нашем курсе про анимацию как раз когда дойдем до частиц все это только немножко в развернутом подробном виде с большим количеством примеров мы с вами будем смотреть научить делать и правильно красивую воду и дым и красивые брызги и красивый огонь и у нас с вами будут там капельки замечательные летаться и корабль будет плыть по воде и от него там будут всякие разные волны с брунов сзади получат всякая красота у нас с вами связана с штицами очень даже замечательно будет входить ну отлично какие-то вопросы вдруг остались сейчас можно будет остаться помучить в случае чего на сайте специалистка можно будет найти мою почту написать какое-нибудь письмецо с вопросом ну и приходите научиться на курс про анимацию как раз через неделю стартует новая группа по субботам как раз все это ну и сверх того мы с вами будем смотреть по субботам по субботам и по субботам